огромный привет друзяшки по вашей просьбе у нас сегодня будет такая рубрика вопрос-ответ вы задавали свои вопросики вот я их выписала сюда на листочек для того чтобы не пропустить и каждому потом не отвечать по отдельности и вот я собрала мы решили для вас сегодня записать видео и что у нас так первый вопрос как макс относится к тому что ты не работаешь но во всяком случае сейчас услышим его до его но мне никто ничего не говорил я не знаю такого я для меня в понятии если человек не работает если он целый день лежит на кровати то есть если есть работа навсегда работает и по дому хватает куча работы то есть в квартире четыре человека живет два животинки я думаю это работа очень тяжелая я не считаю что они работают поэтому если за эту работу платить деньги это все работа если допустим за все что она делает платить это я считаю это очень тяжелая работа и но и даже с ней не справляются я знаю таких людей ну что приготовить поесть убрать поучить уроки одеть все на всех приготовить всем в школу со школы то есть кто слышно не работает все на еще должна вы иметь ввиду куда-то еще ходить работать ну пока просто нет возможности да и время пока нет то есть если есть работа она всегда идет еще на дополнительную но я не знаю я не заметил что она не работает и интересно кто это спросил покажи мне ой это что таких мало не ну если допустим ну корректно вот задают просто вопрос вот знаешь люди то это а сколько дебилов ты вспомни ладно не обращаю внимание следующий вопрос что максим может ответить людям которые эту тему затрагивает что ты не работаешь я уже ответил я уверен что она работает и сейчас еще ведет канал это на секундочку если думаете это очень просто поверьте это совсем не просто это тоже работа за это тоже люди получают деньги ну а то что тот кто затрагивает эту тему я думаю что это ну вообще никак не делаем какую момент для вас работу я думаю значит кто задает вот которые там вот всю жизнь там допустим где-то на заводе да это для них это да они всю жизнь там занимается тяжелым трудом да нет или муж допустим вот увижу такие которые лежит целый день коллега какая-то на диване она хриняча с утра до ночи приносит копейки а ну там уже пошло где-то с друзьями набухалась там классно да какие бывают счастливые мужики здесь не тот вариант Буся ты тоже в это поверил Буся держись меня будет все круто нет ну уже вроде ответили да я думаю это тоже нет ну есть же такие правильно есть женщины которые вкалывают как вол и тянут на себе семью а оно лежит мотню протирает разные я знаю таких женщин которые у них иички наверное намного больше чем у многих мужиков есть такие женщины девушки там утереться ноги ну кому как да многие допустим там по карьере пошли многих там семья там у Тани есть тоже образование она работала потом у нас рано появились дети то есть она успевала везде работать и с семьей то есть когда есть возможность сюда работаем мы никогда не откажемся от работы если вы просто спрашиваете хотите ей найти или предложить работу вы знаете куда написать а если так просто спросить ни о чем то есть я думаю мы работаем любую работу нам давайте мы ее сделаем да а если у вас если просто проведите рот то не ваше дело а если вы спрашиваете если вы хотите предложить работу всегда за предлагайте мы никогда не откажемся когда одно какое-то больное спросила не спросила а сказала типа ну типа ты же недалекая не можешь найти себе работу вот иди и пеки свои тортики на заказ ну да тортики пеки это ж вообще не работа не профессия ну думаю я уверен что она даже гренку не может пожарить это сто процентов где-то там себе тут бодягу какую-то кипятком заливает тортики иди делай а я если делаю ты не попробуй сделай тортик а потом про умничаешь а я если делаю тортики даже на заказ то мои все очень довольны очень довольна я уверена что ты даже такого тортика и не ела за свою жизнь ладно все все можешь выходить так когда вы в первый раз были за границей я был ну наверное первая практика в 98 году да Израиль первая моя страна Инчик Израиль всему Израилю привет Шалом Шалом Ярусалайм потом вторая у меня была Италия Греция ну то есть первые да первые Макса первые Макса как говорится первая за границей это первый рейс курсантский да это как не стажировка а практика практика да так а ты когда была первая Кипр 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 раз он был первый да я не знаю ты даже напомнил не помню Стамбул по-моему по-моему Кипр мне кажется Стамбул уже был потом Турция потом Стамбул это был 90 не 2000 не могу да нет 90 99 ну 99 ну так когда вы были так когда вы были первый раз в Испании то есть это Макс первый раз был в Испании тоже он по работе был в 1908 или 99 я был называется город Кастельон де Лапана или Кастельон ну сейчас мы уже испанцы мы уже знаем там нам его назвали Кастельон по ходу Кастельон называется это выше не или выше или ниже Валенсии короче где-то здесь Средиземное море вот тогда в первый тогда я сразу первый раз и влюбился я вообще влюбчивый я увидел и сразу влюбился если что-то хорошее красивое я сразу влюбляюсь ты вот сколько лет он вынашивал вынашивал потому что он всегда говорил потом уже когда он уже практически объездил весь мир и тогда говорит что все равно вот и Европа если здесь и Европа то Испанцы более приближенные к нашему менталитету Таля тоже классно они другие уже немцы они вообще крутые но они очень правильные такие нам тяжело то есть напрягаться все время хочется немножко так расслабиться вот как здесь в Испании ты себе расслабился все ты себе тут отдыхаешь вот Вика она у меня замужем за немца да и уже почти 25 лет как и живет в Германии она сильно мечтала хотела о том чтобы мы где-то рядышком купили или сняли какое-то жилье и мы жили в Германии в одном городе где-то по соседству ну как родные души да были были вместе я говорю нет нет ты что я не могу вот дети допустим у нас дети практически там одного возраста ну ее дети с Данилом и они когда вот приезжают к нам они просто вообще рвутся все время к нам во-первых мы им все разрешаем полить костры там ну в общем они у меня ходили все время копченые мы находили мусор его поджигал мы там сносили весь мусор потому что был рядом они не могли понять говорит как куму говорит как можно давай сейчас мы тебе покажем вот Титцин значит старший она все время твердила о том что он вегетарианец он вегетарианец я говорю ну если ты ему не даешь допустим то он вегетарианец утром я отварила сосиски все ну в общем когда дети проснулись да завтрак для детей он сел вместе со всеми рубанул этих сосисок чайком запил да все это я говорю Вика я не знаю какой ты говорила он вегетарианец он сел поел нормально сосиски такого не может быть я говорю ну твою налево ты что думаешь что я вру то есть вот так вот если игры допустим компьютерные даже если на коробке написано допустим плюс 16 или 7 лет там нет ему нельзя там играть там 12 все вот когда будет 12 мама только к себе мы включили приставку и давай там зомби крошить да и малой вот и у нее двое деток получается один на 2 года старше Данила а один такой как Данил и вот младший вот он уже такой настоящий фашист то есть если эти что-то там сделали тот быстренько пошел настучал быстро все сдал зато ведет он себя точно наш там сало кусочек скушает и он всегда то есть мы с ним ходили я ему давал пробовать он у меня и зеленую вишню пробовал а когда они увидели наш этот троллейбус да они там раз ну кума что это за динозавр такой все и потом мы как-то идем с Таней смотрим троллейбус с конечной до конечной сидит только видите Вика ну кума наша и два сына и мы там звоним спрашиваем что такое что ты на троллейбусе катаешься все эти деньги есть говорит да все мы уже весь они увидели троллейбус сказали будем кататься только там в Мерседесе это не то украинские троллевали вот это машина и они там катались от конечной до конечной не ездили ладно там 5 копеек и катались на троллейбусе а потом даже говорю о том что смысл говорю переезжать если она живет она замужем за немца да то есть она уже 25 лет живет в Германии то есть она привыкла к их обычаям к их там законам правил и тому подобное но брать ну в Испании это называется сита а немцы как говорят типа ну запись ну запись да девчонки исправьте меня напишите как запись талончик на посещение говорю зачем мне такое надо я хочу говорю я как говорится знаете девушку с села можно вытащить а село даже вот нас грустно скучно ты сидишь там ой сейчас позвоню подружке куми а Леша делаешь ничего там чайку будешь может чайку и чайку тоже давай сюда все быстро собрались организовали там ты не придешь в гости без приглашения если ты придешь в гости в понедельник то все ты вообще больше другом никогда не будешь поэтому это сильно тяжело так что вы так я говорю братик можно к тебе прийти можно ну смысл какая мне разница где я буду жить в Испании в Украине в Германии если я все равно не смогу тебя видеть тогда когда нам этого хочется я еще в Куме не записывался прийти к ней пиво на приколе вот у нас допустим Кума в Украине Анютка я знаю что иногда тоже смотришь и это я ей так позвонила что делаешь она да ничего пришлась работать то все я говорю сколько тебе надо дать минут чтобы через 5 минут ты была у нас она ржет то есть я говорю так все давай мы купили винцо там это я готовлю какой-то там вкусный ужин все она тут же берет такси через 5 минут или ты просто дома сидишь у тебя звонок в дверь раз открываешь у тебя же стоят друганы там что случится там нам скучно все заходим а там такого нет даже вот этот случай да сейчас секундочку еще одну минуту когда ну опять же приехали друзья к ним в Германии там они сидели отмечали какой-то праздник все же там немножко подбухивали а друг друг приехал на машине ну все они там посидели по рукам ударили говорит ну все мы поехали домой и вот они там тоже лучшие друзья их не жены там лучшие подруги он вышел сел в машину и поехал этот берет телефон алло полиция только что вот на такой-то машине поехал бухой а жена у него наша говорит ты что делаешь ты зачем ну как ну нельзя же ездить пьяным за рулем она говорит ну подожди ну понятно нельзя ездить пьяным за рулем ну ты только что на секундочку позвонил и во-первых ну мы пили вместе это наши друзья тут не может говорить ну что что друг но пьяным же нельзя ездить за рулем я же все сделал правильно короче так ему не смогли доказать что так не делается и мы решили лучше они будут приезжать сюда но они зато живут классно значит они делают правильно раз они живут лучше всех значит это работает и это правильно но для к этому чтобы так жить надо к этому долго идти и должен быть менталитет и ты должен быть таким человек потому что я даже знаю там у Швейцарии да если в Швейцарии там после 10 вечера на бачке слил все готовься сейчас приедут менты тебя заберут а у нас они тут сливают поливая сумма в общем есть труды у нас это да простят меня соседи и вообще ну мы все взрослые люди да у меня канал уже после 18 у нас соседи слышимость вообще просто неимоверная у нас когда соседи занимаются каждый вечер сексом такое впечатление вроде бы они лежат с нами в постели он так орет он так орет просто какой-то кошмар я уже максимум говорю слушай может быть записку им как-то приклеить на двери или что или уже пошли я говорю компанию будем составлять или будем орать в ответ это просто невыносимо то есть я понимаю что тебе кайфово все ну надо же какое-то уважение тоже к нему ну какого ты хрена так орешь я не знаю что она тебе там такое делает аж прям заинтриговали слава богу что она вот только родила недавно немножко сейчас передохнем у меня уже трое или четверо трое прикольно ну там классные соседи бомбы вообще все молодые так как муж решился на работу моряка да в принципе и выбора-то не было пошел по стопам отца или у нас вариант или на СТОшку автослесарем лучше в море хоть был шанс посмотреть за границей это была единственная тогда мечта вырваться ну будем будем так не кривя душой все равно конечно это заслуга папы в том что это он настоял у Макса отец тоже моряк только единственное что он механик но он поработал сказал мне да поработал в машинном отделении он сказал что сын никогда не будет механиком в мазуте он всегда должен только с красивой ручкой в руках ну я говорю тем более какой бы ты механик не был ты все равно максимум что ты будешь это старший механик ты капитаном никогда не станешь в любом случае ты всегда будешь подчиняться еще кому-то ну поэтому да благодаря ему правильный выбор да есть такие люди которые на мостик никогда в жизни не повезли на тех механик мне проще крутить альфи чем делать бумажки такие есть тут кому что подходит какое образование у Максима так и где он еще работал в Украине морская академия нигде больше не работал я сразу после школы поступил в мореходку и все и начал работать у меня просто даже больше не было и возможности где-то еще работать это и желание я приезжаю домой сейчас-то я конечно бы уже по работе куда-то и здесь но нет Таня так расскажи какие массажи ты делала абсолютно все абсолютно все спортивный лимфодренажный медовый баночный то есть абсолютно все расслабляющие но дело в том что здесь в Испании был удар только в основном антицеллюлитный плюс банк они боятся боли они такие массажи как наши наши если приходят они должны чтобы кости трещали а тех пальцем надо так вот гладить по шерсти они очень боятся вот с испанцем классно делать массаж во первых они не любят массаж а если это то есть для них вот такой вот массаж должен быть то есть чтобы они считают что массаж это должно быть приятно в плане просто как ну я же говорю это не прелюдия это массаж но нет они этого не понимают все это а вот среди наших девчонок это конечно ударная доза антицеллюлитки и в основном я здесь в Испании работала все время только с антицеллюлиткой вот ну такое вот так Таня какие главные минусы для тебя в Испании ну если бы вы этот вопрос задали ну хотя бы еще пару лет назад то не хватило бы листочка а сейчас ну сейчас какой самый главный для меня какие самые главные для меня минусы ну это может даже я не знаю сказать что это минусы но первое единственное что самый большой минус это что зимой очень холодно в квартире да вот мне не нравится что нет отопления и не чувствуешь себя вот так комфортно как это было допустим у нас дома в Украине да когда теплый пол когда ты выходишь с ванной наступаешь это больше не минус это просто сейчас нехватка денег можно поставить в Украине мы тоже поставили себе двухконтурное котел только тогда стало тебе тепло да но я просто к тому что на сегодняшний день это ну допустим не у всех же есть возможность и у нас допустим сейчас в том числе но это больше не как минус к Испании это просто больше как недочеты по их недвижке то есть они же не ну это их минус на юге Испании ну я считаю ну в общем для меня это минус вот потом какой у меня еще здесь минус минус вот их такая маньяна то есть если Испанец тебе красиво хочет тебя послать знаешь он тебе скажет маньяна маньяна то есть если уже Испанец тебе сказал маньяна то то бишь ты можешь понять для себя что это просто никогда ну не пунктуально у них много вранья то есть для них это нормально они так всю жизнь ну не то что там прям вранья но они необязательные вот скажем так что я сейчас приду и все и ты ему звонишь на ту трубку и потому ой я забыл потом спадлю то есть для них это нормально то есть это такой менталитет вот это вот меня такое напрягает или же допустим даже если пришел в какую-то там допустим инстанцию да там или в банк все это то есть любой какой-то вопрос который дома бы это порешался бы на раз два три там бац все они тебе будут придете завтра придете послезавтра ну вот и море же надо срочно сегодня они не могут понять ты чего ты в какой срок смотри похода иди на пляж это не надо мне пляж у меня проблемы у меня человека ждет мне надо эта бумага он говорит я не понимаю что значит срочно прийди завтра то же самое ей будет она сидит меня уже трясет и я понимаю что у меня уже вопрос жизни и смерти она такая ты же сама сидишь ты же ничем не занята людей нет сделай она да нет все уже я не буду этого делать приходите завтра вот это вот такое что еще раздражает ну а так наверное на сегодняшний день ну еще бы работа жара сильная ну во всяком случае как говорится если бы электричество не было такое вот дорогое да и все время дома бы 24 на 7 как это было у меня в Украине допустим как включила в Украине в мае этот кондиционер и выключала его уже только в конце сентября и даже если я когда уходила или на рынок или вообще или просто по магазину то есть даже если меня полдня не было дома у меня все равно всегда маслал кондиционер я должна прийти домой и дома у меня должен был быть ледник потому что я панически не перевариваю жару и все это и когда у меня вот это вот открыло поначалу первое время когда ну когда только приехали сюда естественно да вот этот переломный период то естественно что это у меня была моя козырная фраза за которую я цеплялась Максим говорит сколько там работ ну уже долго работает кондиционер я ему говорю если ты только выключишь кондиционер на холод я говорю я беру билет и уезжаю домой ну тут жарко да и тут как-то все сквозит туда жангеры тут нельзя допустим остудить квартиру и там выключить кондиционер и какое-то время там несколько часов было хотя бы ну не жарко здесь такого нет ты только кондишку выключаешь и куда-то это все девается потому что такие стены ну такое то есть тут по-хорошему надо делать крутой ремонт как мы привыкли то есть утеплять все менять ну это дорого и вот сейчас это уже сейчас мне пришло на ум о том что ну я считаю вот минусом в том плане ну не касаясь именно Испании что нет рядышком родных близких друзей с которыми ты реально допустим друзья те с которыми ты всю жизнь пришел допустим да по жизни кумовья вот когда праздники все это как я уже рассказывала что да когда у нас были какие-то дни рождения или какие-то праздники у нас собирались это прям целые свадьбы это не один не два человека и вот нам этого очень сильно не хватает так как мы ну такие будем говорить веселые легкие на подъем у нас было вообще такое вот как мы уехали в этот в Шри-Ланку мы сидели у друзей пили пили потом у нас додумали там все это на вот такую на пьяную голову решили все это утром купили билеты на следующее утро улетели они тоже такие стоят еще немножко уставшие после вчера ну все берем да берем точно все взяли билеты и улетели на Шри-Ланку на две недели да то есть ну вот так вот так что нам вот допустим если нам сейчас вот взбредет в голову то что это у меня вот точно так же там да как сюда ну кончательный толчок был вот с той девушкой которой я познакомилась да она все давайте давайте вот так вот Юля Мэл говорит я говорю я поеду когда в Украину я хочу обязательно поехать опять в этот в санаторий у нас очень шикарный санаторий по ЖКТ на Западной Украине и это Юля говорит моему мама не едь только не едь туда потому что ты там еще с кем-то познакомишься следующий раз мы уже куда поедем в Японию там в Китай или еще куда-то ты нас будешь перевозить ну то есть вот так вот так что мы легкие на подъем если нам дайте нам денег и нас занесет через 5 минут куда хочешь все упирается в финансы жалеете ли вы о переезде нет не жалеем ни капли но поначалу у меня если честно у меня адаптация была очень тяжелая очень тяжелая даже бывает я не могу сказать что вот сейчас у меня приходит все гадко все равно еще такие всплески сейчас и время такое бывает да особенно вот сейчас когда вот трудности да когда остались без работы когда немножко так ну финансово тяжело с сегодняшнего дня еще до 15 февраля опять все еще уже сточили за неделю уже второй раз ну и вот да с сегодняшнего дня еще то Ириша обещала приехать на выходные с ночевкой к нам а теперь получается сделали так что если город в городе больше 50 тысяч населения да его на выходные дни перекрывают то есть нельзя и передвигаться можно теперь только не больше двум двум человека вот так вот так что не жалеем Таня ты хотела чтобы муж был моряком у меня не было выбора потому что когда мы может и другого когда мы с Максимом начали встречаться он еще не был ни моряком ни студентом никем это уже будет следующая история это уже после подписки после лайка мы вам снимем потом видео если вам интересно как мы познакомились а нет у меня тут есть вопрос как мы познакомились это надо снять отдельно не так все было просто и быстро у меня есть у меня есть уже это видео ну просто у меня много на канале новеньких ну вот единственное просто что я могу по рассказу не вместиться в это видео как мы познакомились но 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 обязательно сделаю потому что не знаю на предпоследних видеох это был просто пик задаваемости вопрос одному человек пять или шесть задавал вопрос как мы познакомились это интересная история так почему а почему не сдав это твой любимый цена вопрос так ты отвечай почему не сдавать квартиру в Испании и не не жить на эти деньги в Украине почему ты не сдаешь свою квартиру в Германии и не живешь на эти деньги в России расскажи потому что я не верю что он живет сто процентов там ну это сто процентов не Германия не знаю откуда но сто процентов это не Германия даже не за границей я уверен сто процентов да ну согласись похоже то есть может я ошибаюсь но это товарищ который за границей мы увидим только у нас на канале да и там мы говорим о том что у нас постоянный зритель он приходит только оставить кстати ты если приходишь постоянно ты вначале подпишись и раз ты уже все равно уходишь и потом задавай вопрос и сделаешь обязательно скриншот и пришлют и тебе там номер телефона и ты мне покажешь и ты подписался и тогда будешь задавать вопросы я тебе буду каждый раз на них отвечать так живем там где хотим там где лучше для себя как говорится рыба да рыба живет где глубже человек где лучше но у нас еще два малька которых учить надо правильно и одея какое образование даже вот потом какие перспективы на будущее то есть мы же смотрели с таким расчетом дети получают здесь образование автоматически они учат для меня это очень важно чтобы они знали иностранные языки то есть я им объясняю если вы будете знать иностранные языки вы уже голодными не останетесь там даже какой-то переводчик или там ну что угодно если ты знаешь язык ты всегда заработаешь себе какие-то деньги поэтому а в Украине я же говорю тот английский который учили меня в школе понимает только в той школе в которой я его учил потому что там ну такой английский ужас ну это вообще не английский я вообще не знаю кто делал этих людей учителями английского языка там вот это му фамилу ну там жесть конечно вот это такое произношение там она читает просто как буквы написаны там дэ 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 там такого нет зы с язык все и то где-то только если слышишь зы с сто процентов можешь подходить сразу говорить привет то есть так никто не разговаривает это вообще не английский язык это ужасно а здесь дети учат настоящий язык то есть испанский вообще ты нигде не выучишь так как они его здесь выучили ни с каким репетитором ты так не выучишь вот даже вот затронул Максим да английский язык я помню просто когда он закончил мореходку да и все естественно когда он работал в украинском пароходстве то для украинского пароходства английский язык ну никак не нужен был то есть да но чтобы получить хорошую работу где платят денег за тарелку супа надо было его учить и мне пришлось это все учить но я не о том ты меня перебила отстань о том что о том что скажите что он нанимал репетиторов сколько мы вынесли денег на этих репетиторов это просто кошмар было как раз тогда я никогда не забуду что был чемпионат мира по футболу и Макс хотел каждый день смотреть матчи он очень фанатеет на футболе но у него была олень матушка но все равно это училось как стих это не язык так не учат это правда язык так не учат вообще я его заставляла учить по 10 слов то есть хочешь посмотреть сегодня чемпионат значит расскажи пожалуйста 10 слов но это все было все совсем не то да естественно мы били били ходили лбами били в каждой крюинг и все чтобы как-то перейти хотя бы на этих самые такие были не очень которые сейчас тонут но все равно чтобы в этой хазива уже были там уйти допустим чтобы были экипажи Микс хотя бы турки греки ну такое самое самое такое где чуть-чуть больше хотя бы денег платили хотя бы немножко хотя бы ты за еду не платил и никто не хотел брать без языка ну вот так получилось что как говорится фортуна жизненная улыбнулась пришлось выучить как стих прийти меня там спросили наверное одно а я просто все что выучил короче сидел только рассказал я как стишок о чем я ей рассказывал я просто не давал ей дать слово сказать чтобы она ничего не спросила она говорит все я вижу ты знаешь она лиски хорошо мы тебя берем ты думаешь ну все сейчас приеду на пароход если там действительно люди разговаривают на английском языке это все я ему опять этот стишок буду рассказывать но ничего ну ничего я попал в миксовый экипаж это тогда это еще был торговый флот да все это и естественно что контракты тогда были в типа 6 месяцев и все и за полгода уже ты пришел и уже надо общаться с людьми никакой репетитор репетитор может уже помочь потом когда надо учить допустим правильно как общаться допустим правильно ставить предложение то есть не вот это моя твоя понимать а поначалу для работы там надо тебе 20 фраз стандартных которые ты уже будешь понимать тебя будут понимать ну и еще потом плюс 20 для офицеров больше конечно сейчас это уже все вообще в совершенстве требует ты должен и писать и говорить и все что хочешь делать наши многие люди уже знают английский лучше чем англичане потому что они говорят вы его учите мы нет они хорошо разговаривают они правильно пишут вы по правилам старайтесь писать сейчас никто привыкли если в чатах строчит там вообще набор слов и отправят а вы еще стараетесь там все правильно делать поэтому если выучить язык надо только общаться с носителями даже не с носителями любыми у тебя нет варианта вот там Таня почему долго не могла учить потому что были подружки которые только разговаривают на английском. Если бы она сразу пошла на работу, где все испаноязы, она бы через два месяца уже бы разговаривала. Кумер тоже попал, нет выбора, стоит там, да, филиппинцев еще кто-то, мне надо с ним разговаривать. То есть, идешь, берешь там словарь, там пару предложений, ты ему говоришь, он тебе отвечает, ты уже потом начинаешь запоминать. И ты это сам, ты его не учишь, он сам учится, ты начинаешь общаться и запоминаешь. Только так можно выучить. Остальные все эти репетиторы, вот эти курсы, вот эти там в телефонах, поверьте, все, что я скачал, вот эти все языки учить, приложения, и они меня только единственное объяснили, потому что потом каждый день приходит тебе напоминание, ты где пропал, там у нас новое слово, приди, выучи новое слово. Короче, так не выучишь, это сто процентов. Так, ну, сегодня и сейчас еще последний вопрос, и тогда мы, как мы познакомились, ребята, я тогда перенесу еще на одно видео отдельное, потому что уже затянуло видео на 35 минут, и это будет, ну, то есть, нереально уложиться за минутку или две. И уже крайний вопрос, хотя его задавали нам в этом в стриме, но не все были на стриме, почему именно Юг Испании? Потому что я люблю море, пляжи. Да, потому что мы хотели жить там, где тепло, чтобы рядышком было море, потому что на юге Испании легче было приобрести жилье, легализироваться, это раз. А во-вторых, ну, мы не думали, что вот будет так, как сейчас происходит в мире, да, что будет сумасшедшая безработица, кризис и тому подобное, и когда мы переезжали сюда, мы не держались за работу, потому что у нас была 10 лет последних стабильности в работе и никаких... Ну да, с моей специальности было все равно, где мы живем. Нам было все равно, где жить. Аэропорт, тем более, здесь даже удобнее, здесь аэропорт вообще рядом. Я сел, тем более, если по Европе передвигаться. Все, я два-три, допустим, завтракал или обедал еще дома, а ужинал уже на работе. А если лететь с Украины, там куча пересадок, там куда-то, тебя вечно как запрут, и по 12 часов сидишь в каких-то аэропортах. Ну, отсюда даже удобнее было, но теперь, когда работы сейчас почти нет из-за этого всего, что творится в мире, то есть все равно все ждем, в этом году немножко будет улучшение, скорее всего, наверное, но, наверное, посмотрим. Весь всем тяжело, все равно выжим, все будет нормально. Нет у нас выбора. Так, все, ребятушки, я думаю, мы ответили на ваши вопросы. Вы по-прежнему точно так же пишите, может быть, и где-то не так ответила, как бы вы хотели. Пальчиком перстыть, подписаться и колокольчик. Или будут еще какие-то вопросы, не перебивай. Я не перебиваю, просто вначале подписываешься, колокольчик, и потом вопросики. Обязательно пишите вопросы. И вот так вот иногда я буду делать, чтобы не каждому отвечать в комментарии, а буду вот так вот выписывать на листочек, что у меня спросили, чтобы не забыть, и буду делать. Да, она читает все комментарии, и все вопросы, которые вы задаете, и все, что вы пишете, все сидится, потом вначале, целыми днями она снимает видео, монтирует, потом читает, отвечает, так, поэтому это, я думаю, и вы говорите, она не работает. Ай-яй-яй-яй. Вот, ну и следующее видео, конечно, обязательно я сделаю отдельно, как мы познакомились, потому что это видео есть, но оно было давненько, и видно, люди уже не опускаются более на старое видео, так что... Азаря, там есть классный, посмотрите нашу свадьбу, кстати, ой, это было мое любимое видео. Да? Да? Классно, там Таня сделала, там заловщина свадьбы здесь была, как раз в карантин, но мы все равно тут зажгли нормально, да? Да, единственное, что зажигали без друзей, потому что тогда вообще было строго. Таких друзья всех дома закрыли вообще. Ничего, даже торт сделали, хоть нельзя было выходить, но выбрали, кого не жалко, он пошел в магазин, все купил. И не у Меха, которая не работает своими ручками. И сделай свой торт, фу, да? Все, ребята, спасибо, что вы у нас есть, спасибо за ваши добрые, позитивные комментарии, за ваши лайки, за ваши дизлайки, за все, за все вам огромное спасибо. За подписки вообще отдельное спасибо. Все, пока-пока. Пока-пока.